Я жил как бы в тайге. Как бы хутор небольшой. Но я помню, мать волк козу задрал. Рыбалка хорошая у нас была. Два года назад в эфире нашего канала мы рассказывали, как житель Минусинского района ищет родных или кого-то, кто может его узнать. Дмитрий лишь урывками помнит детство и что воспитывался в старообрядческой деревне Туруханского района. Как оказался, в Красноярске не знает. В лихие 90-е без документов на рынке торговал специями и подрабатывал грузчикам. Помнит, что сильно избили в заповеднике столбы. После этого его приютила жительница Минусинского района. В 96-м году, где-то в июне, на столбах он валялся, можно сказать, и как бы избитый. И там были ещё другие люди. Мы вызвали скорую, его увезли. Потом я решила оказать ему поддержку, потому что я знала, что он такой творческий человек и увлекается различными идеями. Но он тогда с кришнаитами был. С того дня Елена и Дмитрий всегда вместе завели хозяйство. Жить стало полегче. Однако здоровье стало пошаливать, а без документов даже к врачу за медпомощью не обратиться. Вот и решили пойти к сотрудникам полиции. Разыскные мероприятия длились полтора года, пока к Дмитрию память полностью не вернулась. Когда вспомнил свои настоящие имя и фамилию, сотрудники правопорядка сделали запрос в Нижегородскую область и разыскали родных. Оказалось, 22 года назад предприниматель ушёл из дома на работу и не вернулся. Я направил как раз запросы в Нижегородскую область, нашёл его супругу, дочь. С дочерью созвонился через бывших сотрудников Нижегородской области. После этого я созванивался с дочерью, она сюда приехала, и я их познакомил. Настолько неожиданно получилось в результате возвращения памяти, что как бы другая жизнь начинается. За последнее время Дмитрию удалось вспомнить почти целую жизнь. Он 20 лет назад был достаточно крупным бизнесменом в Московской области. Что с ним случилось и как оказался в Красноярском крае, предпочитает не говорить. Одно точно знает – к родным в Нижегородскую область обязательно вернётся. Более того, на прошлой неделе принимал у себя в доме семью, о которой не помнил 20 лет. Дочка вместе с мужем приехали сюда для моего опознания. Они рассказали обо всём, что было, пока меня не было. Как она росла, как вместе с матерью меня разыскивали. Дочка вышла замуж, у неё хороший муж и ребёнок, девочка Златка. Я таким образом дедушка. Планировал Дмитрий поехать к семье со своей новой гражданской женой на Новый год. Однако паспорта на руках пока нет. Только копия – свидетельство о его смерти, которую привезла дочь. Восстановить документы можно будет не раньше января. А вот как жить дальше, будут решать все вместе. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Продолжение следует.